Спросите имама И поэтому большинство богословов считали, что участие женщин в похоронах является нежелательным Это мнение подтверждается хадисом, рассказанным со слов Абу Хурейры В котором сообщается, что однажды посланник Аллаха, Мира Мусловения Всевышнего, принимал участие в похоронах Умар увидел женщину и прикрикнул на нее Но пророк, Мира Мусловения Всевышнего, сказал ему, оставь ее Амар Этот хадис передал Ибн Абу Шейба Похожий хадис также передали имам Ан-Насаи и Ибн Маджи через другую цепочку рассказчиков Имам Абу Ханифа отмечал, что участие женщин в похоронной процессе считается непозволительным Имам Малик считал, что участвовать в похоронном процессе позволительно только пожилым женщинам Имам Жишафи не считал это харамом, относил к деяниям Макрух, опираясь на следующее предание А нас, да будет доволен им Аллах, сказал, мы участвовали в похоронах с посланником Аллаха И он увидел там женщин Вы можете понести на себя покойника? Спросил достаточный барок Мухаммад, Мира Мусловения Всевышнего у них Нет, ответили они А вы можете похоронить покойного? Спросил он вновь Тогда возвращайтесь домой, не заработав ни одного саваба То есть вознаграждения Ввиду всего вышесказанного, можно сделать следующее заключение Участие женщин в похоронах позволительно только в случае, если нет мужчин, которые могут похоронить умершего Московский Исламский колледж теологии и права объявляет о наборе учащихся на новый учебный год в Медресе С нами обучаться одно удовольствие Ведь есть возможность выбрать форму получения знаний, которая подойдет именно тебе Специально для всех наших студентов организовываются познавательные тематические лекции Молодежные вечера, конкурсы и праздничные мероприятия В течение курса обучения вы познаете всю прелесть арабско-мусульманского мира и даже станете его частью Информацию о подаче документов для поступления можно уточнить на нашем официальном сайте www.migtip.ru Субтитры создавал DimaTorzok